Ребята, всем добрый день! Сегодня вам хочу видео не показать охоту, а рассказать о своих собаках, о новых собаках и о своей поездке к Александру Константиновичу Борисенку. Значит, так получилось в этом году, что я потерял одну собаку ведущую, которая главный поисковик у меня была дальше, это Малыш. Вторая, тоже ведущая собака Ямала у меня там оказались на больничном из-за того, что кабан ее сильно... А, медведь ее подрал. Значит, и я принял решение, что все-таки мне еще нужно выбрать щенка, добавить в свою стаю щенка, ну и где его взять, в общем, я долго не думал и поехал к Александру Константиновичу Борисенку. Вот это из труда эструдиновое зерно, видишь? Мы зерно не варим, видишь? Это как получается? А это специальный станок такой, оборудование. Оно сразу... Вот это вот мгновенно, и вот оно сварилось. Мгновение. Чих, и выскочило. Она вспененная чем-то, или... Нет, нет, жидкость... Это под давлением, или как? Под давлением, да. Вон, станок, пойдем покажу. Ну-ка, давай. Нет, там мельница, вот здесь, кому. Вот станок, посыпается в вердерно. Искакивает. А там без температуры... И говорить не надо ничего, мгновение, и все. Без температуры, без и всего получается? Нет, никого температуры не надо, под давлением искакивает. Ну, он, видать, его как-то мелит, и за счет чего он так... Никаких не мелит. А как он склеивает? Под давлением, лопается. А вот старый станок наш, и он производительность была намного меньше такой. Так, и что с этим потом делать? А потом ты замасываешь в воде и добавляешь углеводы. Да, добавляешь углеводы получается здесь. Это вот ты кормишь собаку, варишь ты, да? А тут варить не надо. Ну, я день варю, день сухим кормлю. День варю, день сухим. Не, ну я понимаю. Варить не надо вообще. Да я бы сам съел такую. Ну, ты говоришь, ну, можешь ели, проблем нет. Ну, ты меня покормил просто, пока не хочу. Да, мне голодный. Причем вот первый раз брал, когда у него собак, выбрал сам две собаки. Всего брал трех собак, но я сам выбрал две собаки, а одну собаку он мне сам навелил. Причем она мне не понравилась, такая рыжая, невзрачная сука. Я говорю, я рыжих не люблю. Он говорит, возьми ее однозначно. И вот он мне ее посоветовал, и это казалось вообще классная собака. У меня такой собаки, наверное, не знаю, будет еще нет, но пока у меня такой собаки не было. Поиск сумасшедший, страсть сумасшедшая, вязкость сумасшедшая. То есть там, если собака ушла за зверем, все, она уже, скорее всего, не вернется. Так я ее и потерял. Значит, ну и дальше, вот сейчас у меня две собаки от него. Это Белка и Ямал. Эти собаки хорошо себя зарекомендовали в охоте. Все в них есть, чего-то где-то не хватает, но в основном все, что мне нужно для охоты, для добычной охоты, в них это есть. И поэтому, не задумываясь, я снова поехал к нему. Вот эти, да, собаки? Что это? Парни. Так, вот эта кучка русская тушина. Ну, она в одиночке работает. Вот это все. А это у супа себя кто-то очкует, а кто-то пушит щенком. Очкует, если мне не надо вязать, я просто должен передержать ее. А если надо, я повяжу. Сколько ты передерживаешь, если тебе не надо ее вязать, сколько передерживаешь? А, дней двадцать. Двадцать дней? Ну, я так же, три недели, получается. Две недели мало, а три недели уже нормально получается. Дальше мы пошли смотреть питомник Александра Константиновича Борисенка. У него содержится, я точно не знаю, сколько собак, но это точно больше двухсот собак. Значит, причем, что меня поражает в этом человеке, сколько бы раз я у него не находился, мы всегда ходили по питомнику, и он всех собак знает на память. Всех собак знает на память. Я даже своих собак не так знаю на память, от кого они у меня произошли и как. Мы с ним спорили по родной собаке, он мне говорит, что Ямалу надавал от отзора и метели. Я что-то говорю, да вроде нет, не метель там была. Поднимаю документы, точно метель. То есть человек помнит даже то, что какую собаку он мне отдал три года назад, а я этого не помню, там забыл. Зера-анзор. Зера-анзор? Да, вот это сестра. Сестра моей собаки, да? Я сейчас сколько? Она ноябрьская получается? Да, ноябрь будет два года. Да, да. Ну еще она не поднималась. Я ее, вернее, надо вот подниматься, повяжу ее. Я ее не вязал. А это переболели. Ушки разные. Ну, работают кабана-медведи. А видно, тогда же того бьют малого. Ну, это один помех? Один помех, муж боится. Да, ладно, ладно, ладно. А это белоруская собака. Вот этот, смотри, этот. Это сколько в холке? Ну, 50. 58, 59, 59. Когда я ходил с ним по питомнику, он мне рассказывал о своих собаках. Мне нравится, что этот человек не врет, что ли. Потому что все говорит, как есть. Эта собака так работает. Эта собака одиночная. Эта собака в паре только может быть работать. У этой собаки такая, столько-то вязкости часов. У этой собаки вообще нет вязкости. А у этой собаки, допустим, вообще нет поиска. И такие собаки у него тоже могут быть. И он прямо говорит, что это для таких охотников, которые знают, где находится кабан, подъезжают. И собака сразу же начинает работать кабана, которым поиски нужен. Все охотники разные. И для каждого охотника, который к нему приедет, он обязательно подберет нужную собаку для каждого охотника. А это гладкошерстная от этого самого, от этого яроша. Ага. Супер. Вот таких и будем брать, Антоха, скорее всего. Эти пиздец ушастики, да, смутыки? Да. И отсюда кабеля, да? Это у нас что? Данай и Каровская дочка. Данай и Каровская дочка, да? Алло, аичка Данай. Угу. Да, здесь кабелей много, а там, по-моему, два. По-моему, два. Вот я не спокойный, а вот это. Угу. Ты бы какого взял себе из этого помета, ну давай. Ты же профессионал. Я-то че? Ну, хороший ты, вот, ущетки, блядь, блядь, блядь. Одно здесь, оно, чтобы тоже, блядь, не было по кругу такое не есть. Такое, знаешь, но он сами на себя охочется. Это че у нас? Курок, бахишь курок этого Данай. Угу. Курок Данай. Асука? Асука. А ты Каровская дочка, да? Раз, два, три. Три кабеля. Вот эти три кабеля стоят. Вот они, три кабеля стоят. Вот раз, два и вот третий. Ну, три кабеля здесь, завтра выберем. Посмотри, посмотрю зубы, посмотрю это, че-нибудь, это. Че-нибудь зубы. Ну, все равно там уже живо. Три месяца все начали бы валиваться зубы. Вываливаться, думаешь, начать, да, уже? Конечно, ничего, это уже твои зубы, блядь. Мало того, что он говорит все, что думает о собаках, о заводчиках, еще, когда ты к нему приезжаешь, вроде бы берешь еще небольшую, там, невзрослую собаку, достать, там, щенка берешь, три месяца щенка берешь, ну, от трех месяцев где-то примерно, если щенка берешь, то он обязательно его, даже не по моей просьбе, он обязательно его поведет на притравку, на притравку, на кабана. Если собака чуть повзрослее, он обязательно устроит притравку по медведю, покажет, как она отношение к медведю. Для того, чтобы будущий хозяин обязательно посмотрел, как тот или... То есть он не говорит, что возьми вот эту вот собаку и все. Он говорит, вот берем вот этот помет, ведем на притравку на кабана, причем не маленького подсвиночка какого-нибудь, а нормального взрослого кабанчика выбирают. И мы этих щенков отпускаем и смотрим отношения. И он сам говорит, вот какой щенок тебе нравится, такого и выбирай. Я, конечно, первые два раза сделал ошибку, выбрал сам, посмотрел там, кто злобнее, кто лучше всего, бегает, хватает кабана и сделал выбор такой и взял себе таких щенков. А получилось, что ту собаку, которую дал именно он мне и которую я брать не хотел, она оказалась достойнейшим охотником и лучше того, что выбирал я. Поэтому в этот раз я решил, что Александр Константинович, я говорю, сам выбирать не буду, вот на кого-то мне. Ты знаешь, я ему объяснил, как я охочусь, способы своей охоты и предложил ему выбрать самому для меня щенка. То есть он прекрасно знает, как я охочусь, что у меня в основной охоты это кабан и медведь, и мне нужна именно такая собака с хорошим поиском, с хорошей вязкостью. И единственное, он выбрал и сказал, что возможно, может быть, эти собаки могут работать на себя. То есть там будет такая вязкость, что она будет работать на себя. Но мне проще исправить в своих вязках и в своих пометах, чтобы собака работала не на себя, чем добавить ей такую вязкость, которую он добивается от своих собак, когда я вижу, с ними охочусь. Потому что у меня было несколько пометов, несколько вязок, и я понимаю, что вроде вяжешь хороших собак, а получаются собаки, которые просто ходят сзади под ногами. Не понимаю, почему, но на самом деле такое есть. Кабаны, 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 кабаны. Вот, такого надо для таких щенков. Что, выгоняй, вот этого черного, который он мельче. Оставляй. Выгоняй сюда. А что ты вон маленького ставить хватит? А они в тех смотрях. Оп, пошли. пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok не пропускать у всех собак и стреляется пусть напустили и целый день гоняют и она в этом лосицу она никуда не бежит на старое или проблемная раз уже не бежит то есть сто процентов проблем и собаки потравливаются всех молодых потравлен потом в конце тух и стрима ребята провели моего александра константиновича два дня два дня пролетели очень быстро за разговорами за походами по его угодьям и в результате выбрал двух западно-сибирских лайк щенков это кобеля и суку кобель я назвал дым а суку назвал найда белок белая сука это найда когда вернулся домой столкнулся с такой проблемой что найда сучонка заболела энтеритом заболела энтеритом значит и оказалось я раньше с этим никогда не сталкивался что это очень большая проблема для собак именно выжить вообще при такой инфекционной болезни получается в результате два месяца мы ее лечили по всем клиникам ездили спасибо моей жене она и выходила можно сказать и в результате вылечила очень сильно похудела собака и вот собаки сейчас одного возраста дым и найда одного возраста вы можете видеть сами какой у них какая у них разница в возрасте то есть они биологический возраст у них один это им там сейчас четыре месяца а по физически они выглядят дым в два раза больше чем найда вот такая болезнь то есть но я надеюсь что все будет нормально александр константинович мне сказал что если щенок переболел энтеритом выздоровел и если это сука то болеть больше никогда она не будет и щенки у нее тоже никогда не болеют энтеритом но касаемо дыма в связи с тем что найда переболела и пока еще в таком состоянии не очень хорошим физическом поэтому мы я ее пока в лес не беру а дыма уже начинаю с собой в лес брать вообще с четырех трех месяцев с четырех месяцев я уже собак с собой в лес беру и никогда их дома не оставляю может быть это и неоправданно где-то рискованно но я тоже с умом и стараюсь где-то там видеть когда драка там с кабаном или с медведем конечно туда собаку не подвожу и где-то стараюсь ее в прицепе оставлять еще как-то но когда ты просто ходишь гуляешь и собаки у тебя в поиске также ты ходишь по лесу он с тобой бегать трехмесячный щенок спокойно выдерживает твоего твоей пешей прогулки в течение дня конечно он устал и устает но тем не менее это позволяет ему развиваться и смотреть на взрослых собак и уже чему-то учиться спасибо александру константиновичу всем заводчикам кто занимается этой работой всем ребята мира добра крепкого здоровья до встречи пока